Привет, друзья! Сегодня полное полнолуние. Я думаю, что видно восходящую огромную красивую луну. И над ней звездочка, которая указывает вам путь, из которой прилетят злые кукунаки. Которые будут бегать по земле и клевать всех. Представляете, бежит курица и клюет червяков. Прилетают огромные птицы и бегающих, типа людей, склевывают, как куры клюют червей. Вот. Все может быть. Все поменялось в этом мире. И вторая, и третья волна нового приключенческого жанра наближается на наши страны, континенты. И многим кажется, что как-то попустит, как-то не попустит. Но луна все всходит там, где она и всходила. У нас холодно. У нас сейчас приходится одевать свитерок вечерочком. А у вас в тени минус, минус. Плюс 35. А иногда даже до 40 доходит. И вы не знаете, куда-то деться от жары. А многие у нас одевают теплые зимние вещи. По деревьям. Да, на старых фотографиях действительно можно видеть, что нету деревьев. 17 века. Конца 17 века. Начало 18. А вот в Аргентине, на границе с Бразилией, есть такой знаменитый парк Игуасу, в котором собраны, вот я начал говорить на эту тему, сразу ветер поднялся, дует мне с затылок, и очень холодно. Есть деревья, которым более тысячи лет, в стволе которых размещается обычный огромный дом. Я в этом музее, который 100 лет, более 100 лет назад был собран немецким энтузиастом, небедным при поддержке бывшего президента Бразилии. Я не помню его сейчас фамилию. Этот музей уникальный. Люди, человекоподобные создания, в создании, в состоянии опустошить окружающее пространство с огромной умопомрачительной скоростью. Хотя бы даже потому, что, допустим, во времена царя Петра, которое было 300 лет назад, Воронежская область была вся, зарастала огромными вековыми дубами, которые были вырезаны под корень, и до сегодняшнего дня поголовье, можно сказать, дубов не восстановлено. Я лично был в национальном парке Игуасу на границе Бразилии и Аргентины, на сегодняшней, там такая трипля фонтера. И вот там со стороны Аргентины есть огромный музей деревяшек, в котором есть огромные деревья. А вспомните американские секвои, размеры которых были просто огромные. И где они сейчас? Порубаны, переработаны на щепки двуногими работящими муравьями, которые в состоянии даже в собственной планете наделать огромных дырок, слить туда воду, а потом бегать с открытым ртом и вытопоренным языком, и ловить каждую дождинку, которая падает с неба, для того, чтобы утолить жажду. Все происходящее на Земле в ближайшее время делается руками людей. Но планета движется по своей спирали и будет заходить на эту спираль время от времени. И никто не знает, когда она туда зайдет. Вот смотрите, полная Луна. Ну разве это не красота? Что-то человек может сделать. Вот она мне подмернула. Видите, я ничего не делал. Абсолютно ничего. Телефоны, все электронные девайсы – это просто протезы современного человечества, которое абсолютно не понимает, что происходит во Вселенной. Я же каждую ночь наблюдаю в своем окошке белую медведицу. Вот видите, как подмаргивает она время от времени, я ничего не делаю. Не белую медведицу, а большую медведицу. Это созвездие, которое я помню с детства. А полярная звезда – это всегда путеводная звезда нашего общества. И особенно тех, кто хоть немножко понимает в окружающем постранстве. Смотрите, телефон направлен на Луну и звездочку над Луной. И я ничего не делаю, а она мне подмигивает. Hello, how are you? Вот так. Вот так, друзья, врубайте мозги, уходите из больших городов. Вот видите, опять подмаргнуло. Потому что большие города являются большими помойками, в которых сосредотачивается, как в унитазе, дерьмо человеческое. И потом одним сливным бочком будет смыто туда, куда эта человекоподобная масса и направляется. С вами я, дорогие друзья. Даже не буду говорить, кто вы сами знаете. А в небе под моим спичем светит Луна и звездочка. И все в этом мире происходит по воле небес, но не по воле сумасшедших, возобнивших себя богами людей. Бай, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому